Татьяна Журавлёва без особой надобности на балкон не выходит. Того и гляди, на голову упадёт кусок арматуры. Балкон соседей сверху давно пришёл в негодность. Пенсионерка не раз становилась жертвой камнепада. Ай, тут было на балконе-то у меня чего? Я говорю, я два ведра вынесла только вот... А что туда ещё слетает? Я вчера или позавчера вышла, откуда? Как полетит? Ой, говорю, батюшки, вовремя отскочила. Чтобы хоть как-то спастись от летящих сверху камней, пенсионерка попросила сына сделать на балконе нечто вроде камнеотвода из простыни. По ней куски арматуры скатываются вниз на клумбы. В таком, мягко говоря, опасном состоянии пребывают и остальные балконы. Если жители не поддерживают их в надлежащем состоянии самостоятельно, а делать это могут далеко не все, балконы начинают представлять угрозу для жизни. Я так немножко что-то поддерживаю, периметр балкона. Но снизу, если посмотреть, у меня там голая арматура. То есть в какой момент он может лопнуть? Он весь в трещинах. Этому дому около полувека. По словам жильцов, капитальный ремонт не проводился ни разу. Между тем, за техобслуживание жители платят исправно. Около тысячи рублей ежемесячно. Тем не менее, в управляющей компании ответ один. Ремонтируйте балконы за свой счёт. Пишут просто формальную отписку, что балкон признан аварийным. Не выходить на него в случае чего-то. То есть собственник будет сам виноват во всех этих бедах. В управляющей компании не отрицают, что дом требует капитального ремонта. Но ремонт только одного балкона обойдётся в 25 тысяч рублей. В тарифе или в плате за содержание ремонта жилого помещения денег на капитальный ремонт нет. Согласно жилищного кодекса, собственник многоквартирного дома должны принять решение о проведении капитального ремонта того или иного вида работ и выполнить, профинансировать эти работы. Впрочем, у жильцов есть и другой выход. В управляющей компании людям надо взять документы, подтверждающие, что балконы опасны для жизни. С этими документами нужно обратиться в администрацию города. Тогда есть шанс попасть в программу Федерального фонда реформирования ЖКХ. Чем быстрее они сейчас оформят документы, они могут попасть в программу. Но они в любом случае по закону должны будут собрать сумму не менее 10%. Я бы на месте директора управляющей компании. Я бы жителей наоборот сполошил, чтобы они попали в программу Фонда реформирования. По какому пути пойдут жители, решать им самим. А пока они предпочитают просто поменьше выходить на балкон. Екатерина Дронова, Иван Людков, 6 канал.